МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сравнении с минулым годом валовый сбор зерня, например, смешивается на 324 тысяч тонн, в сравнении с леташним. Несприяльные климатичные умовы с аномально высокой температурой и отсутностью опадков практически на всей территории области отбились и на стане Городнины. Разом с тем, сгодно с оценками специалистов, ситуация не является критичной, хоть и потребует оперативных мер реагирования. Я думаю, что добавим еще кукурузу, и наш общественный сектор останется с кормами, и мы нормально должны перезимовать. Что касается овощей, то тоже, конечно, результат мы увидим, что сегодня тоже процентов на 30, урожайность ниже. Поэтому мы уже начинаем уборку овощей, заготавливаем их, но мы производим столько, что для наших жителей, для нашего региона оно будет достаточно, этот объем. На Гомельшине протягивается акция «Зберем портфель першокласснику». Сиротки и юдильников, представники органов УЛАДы, предприемств и организаций, депутаты и члены громадских организаций. Разом с ними несколько адресов наведали и наши корреспонденты. Этот детячий дом семейного типа у Рашиста открыли у Снежни минулого года. Сегодня тут выховываются 10 неполнолетних. Старышему зяких 9 годов, молодшему у сего 2. С первого вересня у семьи станет уже 6 школьников. У першиню за парты сядут Ксения и Настя. Девчинки признаются, вельми чакаюсь початку навучального года, бо перакананы, что вучиться это не только корыстно, а и текава. Мне больше нравится ходить в школу. Я люблю писать, читать, рисовать. Помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор Пагомельской области Александр Туршин у этой приемной семьи у першиню. А там у приезд починается со знакомства с жахарами дома семейного типа и умовами, которые створены для детей. А главная мета – урушение подарунков. Для всех маленьких членов великой семьи Гульни, для гульного отпочинка, для першоклассниц Ксении и Настя школьные портфели. Это не просто допомога, а и свечения того, что держава мкнется клопотиться об каждом детстве. Чтобы у ребенка вот именно 1 сентября этот праздник навсегда остался в его сердце, как вот это теплое, светлое, это чувство. И чтобы он был, придя в школу, понимал, что он будет не хуже других, тех детей, у которых есть родители. У 62-й Гомельской средней школе до акции «Зберем портфель першокласснику» подрихтовали специальную концертно-забавляльную программу. Тут акция у Вогуля отрымалась масштабной. Отрымать портфели запросили першоклассников з усяго советского района. Сярод ты, кто вышел на сцену, каб урушить школьные приналежности – представники органов выканавчой улады, керавники предприемства и организаций, депутаты национального сходу, областного и городского совета депутатов, члены громадских организаций. Допомога першоклассникам до нового научного года саправды активная. Даре, что в поравнении с минулым годом колькась вушнях перших классов все лето значно повелешилося. У тем же советским районе амально 200 человек. В связи с чем будут додатково открыты 9 пошатковых классов. Причем для детей будут створены усе належные умовы. Условия все созданы, есть учебная аудитория, есть игровые комнаты, есть спальня. Дети будут учиться в условиях группы продленного дня и в принципе родители могут совершенно спокойно быть на работе и не думать о том, что их ребенок не занят, не досмотрен. Мы берем это на себя. Олег Шенчуров, Ольга Коновелова, Евген Макинка, телерадиокомпания «Гомель». Телерадиокомпания «Гомель» протягивает цикл передач просвеченных людям, які удостоены премии «Человек года». Шарговая программа у понеделок 31-го жнивня расскажет про переможцу номинации «Служу Айчыне» начальника Мазырского районного отдела по надзвышанных ситуациях Александра Чыгера. Ровно 30 годов тому 17-годовый беларус Александр Чыгер принес присягу у Харковским высшим военным командно-инженерным училища ракетных войск имя маршала Советского Союза Крылова. Тогда он навык не подозревал, что у васобил у житё мару своего батьки, який хотел, чтобы его сын стал военным. Мать мне уже потом рассказала, когда я уже офицером был, когда из Казахстана приехал, когда они вернулись, он уже все равно как семейный секрет был. Александр Чыгер родом с Житковича. После закончения училища по размерковании трапил на службу у полночный Казахстан, город Державинск. Просгод после початку службы узначали у группу оховы и обороны объектов. Працовал с особистым составом. В 1994 году вернулся у Житковича, где спочатку працовал инспектором Державного пожарного нагляда под им начальником части, а так само выполняющим обовязки начальника аварийно-воротовального отрада. Наступное место службы – Калинковичи. С 2009 года Александр Чыгер узначалевая Мазырский гарнизон. Гарнизон очень серьезный в плане объектов, которые здесь под охраной у нас, включая нефтеперерабатывающий завод, только основной, потенциально опасный объект. Ну и ряд объектов, которые требуют своего непосредственного внимания. Александр Чыгер – полковник внутренней службы. Майя – усе узнагороды Министерства по надзвучайных ситуациях. Заявляется депутатом районного совета депутатов. А еще он узначалевая районные организации «Белорусское товариство полевничьих и рыболовов» и «Доброхватное пожарное товариство». Майя – и надейный семейный тыл – женку Галину, 18-годового сына Дмитрия и 9-годовую дачку Ангелину. До всех званий Александра Чыгера теперь долучилось еще одно – «Человек-года». Светлана Князева, Александр Александронец, Телерадо и компания «Гомель». Подробязную историю життя и працонного шляха у Александра Чыгера глядите у понеделок в программе «Человек-года» на телеканале «Беларусь-2» у 17-годин, 55 хвилин. У Гомельской области означается рост захворывания на шаленство сяродживел. Коли в минулом годе за аналогичный период было зафиксовано больше, чем 70 выпадков, то в этом их уже больше за сотню и тенденция гэта не снижается. В общем, причина, какие прогнозы специалистов и головные, как не трапить улик Ахвяр, высветляли наши корреспонденты. Что год с укусами живел, у медицинские установы в области звертаются, прикладно, 3,5 тысячи человек. Третья частка из них признается инфицированными. На этот момент потерпел их уже 2000 и до конца года, хоть и за все, лишь бы статистики будут отразниваться от звыклих. Опошний раз таки уздым назирался у 2011 годе. Заболевание бешенством среди животных имеет циклическую форму течения и в 3-4 года происходит подъем. Вот на сегодняшний день область вступила в такой подъем, значит, и он, да, зарегистрирован. Мы отмечаем о том, что такие случаи участились. Потерпелых от укусов фиксуют по всей в области. Отшаги захворывания на сегодня знаходятся у Светлогорским, Речицким, Рогачевским, Добружским и Хонецким районах. Основной крыльницей небеспеки застаются дикие живелы. У первую чергу лисы, янотоподобные собаки и волки. Выявлены выпадки шаленства и сирот домашних живел. Было зафиксировано несколько случаев, это когда дикий волк зашел в деревню, там пострадали 5 человек. Последние у нас два случая были, когда лисы забегали на территорию молочных товарных ферм и были покусы, значит, крупно врагатого скота. Значит, тоже вот это в этом году, вот это новые такие случаи. Ну и, соответственно, всех, кто ухаживал за крупно врагатым скотом, соответственно, были взяты на медицинское наблюдение, но и по показаниям были назначены перевивки. Необрунтованная агрессия, отмова отъезжей и выконанная команд – основные предметы шаленства уже вел. В раз 10 дней, как правило, наступает смиротный заход. У инфицированного человека без ответного лечения выник захворывание таки же, однако, праздбольш долгий термин. Каб посбегнуть этого, необходимо пройти курс прищепок. На сегодня все медицинские установы забеспечены препаратами упованные меры и готовые оказать всю необходимую допомогу. Дмитрий Котов, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». Проект «Выбирай бай» громадской организации БРСМ протягивая крошисть по краине. Его старт был даден и 1 липня в Минску, где прошли первые открытые молодежные дебаты. А затем эстафету приняли областные центры. Черговое мероприемство в рамках проекта отбылося в Гомельском техническом университете имя Сухого. Полсотни молодых людей из лику активистов БРСМ спрашались про то, что такое здоровый ладжиття. Мода сучасного поколения или соправдная каштонность. У роли тратейских судей выступали вядомые спортсмены, сократары первичных организаций БРСМ и керавники громадских организаций. Дебаты проходили у три туры. Презентация, обмен пытаниями и думками от Аксама Викторына. Мета-дискуссии, как и усяго проекта в целом, выявление проблем у той тяньшей сферы громадского життя и пошук конкретных решений. В этом году было придумано такое соревнование, просто не было. У нас был инициатором данного соревнования наш Жора Федор, секретарь первичной организации радиозавода. Наши активисты с фитнес-мячом и простынями играли в такую замечательную спортивную игру. Всем очень понравилось, люди заинтересовались, кто-то попросил еще раз повторить такое. То есть ищем новые виды спорта, новые возможности. Докрануться до прогожости, запрашая матра у мастатства картина галереи Вашенки. Уроженец Мазыра Мастак Михаил Няхайчик проставил уставу живопису. На полотнах краеведы Беларуси из-за Межжа. Катярына Сапельникова наведала церемонию открытия. Свою жизнь Михаил Няхайчик выросил присвятить творческой праце амаль сорок годов тому. Тогда он только закончил мастатское училище. Зараз же мастат с гонором пераличвые города где открывал персональные выставы. Гомель, Минск, Бранск, Москва. У гэты раз у Вадзе Жихару Гомеля Михаил Няхайчик представил 59 картин, які объяднал под назвой «Докрананне». Только прикасаться можно к этому. Я же не создаю этого. То, что есть, вижу и пытаюсь передать. Вот такое прикосновение есть. Кожная картина для его первую чергу праца. Мастат признается, коли пензель в руках, мяновиды тады, и нарожается однотхненне. Мастер працует у техники реализму, але у работах отчувается особливый романтизм. Он очень рано сформировался как художник. Всегда были прекрасные работы, акварельные. Очень красиво у него снежные работы. Очень красиво у него всегда падал снег. Он всегда добился каких-то эффектов вот этих атмосферных состояний потрясающих. Мастат показывает не то, что бачить в очи, а то, что отчувает его сердце. Наведать выставу «Докрананне» можно до 20 вересня. Катярына Сапельникова, Дмитрий Радзян, котелерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля в першиню прошла «Велосуббота». По инициативе областного выконавшего комитета Федерации велосипедного спорта Гомельской области и областной дзяжи «Аутоинспекция» одну из улиц города на некольких годин закрыли для руху автомобильного транспорта. Что с этого отрымалось, доведался Олег Сентюров. Амаль три километра в один бок. До первой «Велосубботы» у Гомеля выбрали участок автодороги, побудованный в этом году, а тому «Веломатры» могли разогнаться до максимальной худкости без рызыки трапить у яму тикалийну. Правда, те, кто принял удел у акции, оказались людьми доступленными и отказными, а тому ни властным здоровьем, ни своими транспортными сродками не рызыковали. Уадрознение от некоторых инших жахаров региона, которые селиты трапили у сруезной аварии. В настоящий момент на территории Гомельщины совершено 16 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибло и 15 получили ранения различной степени тяжести. У Вогули практика закрытия дорог для руха автомобильного транспорта и предоставления их велосипедистам у инших краинах яснуя не один год. У Гомеля я ее применили в першиню, ее с подставы мерковать, что не помылилися. С одного боку, это дало макшимость велоаматорам, которые проезжали над целыми семьями, беспечно кататься на протягу некоторых годин. И еще один плюс у тем, что люди могли охочить свои пропановы с упроцовником Держа-Аутоинспекции, но сегодня все разумеют, что в некоторых выпадках велосипед начал уявлять реальную погрузу для пешеходов. Мы являемся транспортом, который заставили волей правил дорожного движения передвигаться по дорожкам для пешеходов. Я думаю, что это совершенно неразумное соседство, потому что и скорости разные, и массы разные, и люди гуляют по тротуарам с детьми. Дети, они, сами знаете, они иногда неконтролируемые, можно увеченно нести человечку маленькому. Меж тем, колькость велааматоров у тем же Гомеля постоянно повеличивается. В областном центре навык товариства по интересах иснуе вела Гомель. А прачатаго тут шмат аматоров здесьнять вела поддорожие у темнику протяглое. Некак еден тому, например, группа гомельчан проехала по маршруте Гомель-Адлер. А прачау всего иншого, гэта дало махчымасть ознайомиться с организацией велосипедного руху у инших краинах. Урач-ангиохирург и активный прихильник поездок на велосипеде Георгий Рыбаков-Перекананы не обходно уносить коррективы у правила дорожного руху и навык того, что некоторые пропонувы. Велосипед – это транспорт, и он должен передвигаться по проезжей части. Мы согласны сдавать определенные нормативы, получать какие-то знаки отличия, типа номерных знаков, получать удостоверение водителей велосипедов, как это было при Советском Союзе. Это все очень разумно, и транспорт должен находиться на проезжей части дороги. Олег Сентюров, Сергей Рукашук, телерадио компания «Гомель». И на этом поколе все за развитем подействия сошлись и по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения.